Добрый вечер друзья, а мы с вами продолжаем игру Beacon Pines. Итак, это было очень далеко, ведь мы не о чем остановились, о тех изменениях, которых мог даже представить наш Лука. Но изменение, в конце концов, это опасное животное. Конец? Если мы помним, в прошлый раз мы в одиночку добрались к этому старому складу, заводу одобрений, и там не просто так оказывается гиросвет, оттуда вошел кто-то большой, страшный, в костюме хим-защиты схватил нас и волок внутрь. Возможно, мне следовало предупредить тебя об этом. В нашей истории есть множество разных путей. Большинство из этих путей закончится трагично, но давайте не будем позволять этому нас испугать решитель решимости. Мы сможем найти ту концовку, которая заслуживает этой истории. Я просто знаю это. С этого момента у ЧАР будет специальная галочка, которая покажет, что мы используем полный ее потенциал на точку возврата. Теперь давайте попробуем что-то другое. Так, здесь мы попробуем. Единственный вариант, который был нам уступен, это измениться. Вот он. Большая страшная фигура. Давайте здесь... Здесь мы использовали все, что можем. Можем здесь подвести себя по-другому со старшей сестрой нашего друга. Итак, Ролла, наш друг, замер. Ладно, глядя на Рокси, которая стоит прямо перед ним. Лукас знал, что у него есть только один шанс, чтобы спасти своего друга от того, чтобы его заберут домой. В прошлом он когда-то нашел уже лучший способ, чтобы справиться с разгневанной Рокси. И это было... Мы попробовали быть немного таким вот расслабленным, но это нам не помогло. Давайте попробуем быть теперь немножко таким вот говнюком. A little shit. Этот вариант мы еще событий мы еще не пробовали. В прошлом он нашел лучшую способ, чтобы справиться с отраганной Рокси. Это было быть немного shit. А, давай-ка мы сейчас отдохнем от этого всего. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И мы так видяли и поубежали. Что? Этот маленький говнюк меня просто только что пнуло. А-а-а-а. Ну, бегай сколько хочешь, вы мелкие пакостники. Но в конце концов, вы все-таки вернетесь домой. Ой. И убежал, убежал. И вот теперь у нас новая задача. Мы должны изучить этот склад Валентайн. Уже не одни, а вместе с Ролла. И давайте извинимся нашего друга перед этим милым песиком. Ой, извините, пожалуйста, за это. Роллы иногда бывают слишком таким вот заволнованным. Слишком перевозбужденным, пожалуй, даже. О, Соломон Валентайн. Нынешний подописник. И будущий наследник Всего состояния Валентайнов. О, с ним лучше не ссориться. Хаффт, как он брызгал от своих пенцов. Так. Ну, Хаффт. Мыгра такая вот, да? Брызгал от своих пенцов, прыгивая из штанов. Выбулизая. Вот, то есть он изо всех сил пытается показать, что он будет людям лучшим наследником. Лучше всем. Показал, что он превыше всего этого. Город полных и абсолютных дураков. Вот, вообще ничто же стоит. Да, возникает вопрос, вообще, стоит ли вообще хоть кого-либо всерьез воспринимать в этом городе. Ой, ну, как бы то ни было. Я сильно просто хочу извиниться, вот мне действительно очень-очень жаль. Извините, пожалуйста. А, да ладно. Не стоит. Как у тебя-то дела? О, у меня? Да. Ну, с тем, что у тебя там с мамой случилось, и что там еще? А, ну, вот я занимаюсь этим. Как-нибудь там справляется. И что? Совсем от него ни слова. Ни вести, ни информации никакой нет. Не. Вот это вот действительно обидно. Ну, и стыдно. Скорее, наверное, все же, все же, как обидно идет. Позор. Вот, мы нашли новые чары. Стыдно. Ой, нам стыдно. Че? А, бабуля поселилась в доме, чтобы там вот вести хозяйством заниматься? Ага. А, есть. И как там все происходит? Ну, вот. В основном мы друг другу не мешаем. Баба принимает своим хозяйством, а я тут своими ребящими делами занимаюсь. Да, с твих слов звучит, так как будто она и редко бывает дома. Да, совсем нет. У нее просто много всяких дел. Она там все еще обустраивается и пытается понять, как вот сводить концы с концами. Понятненько. Ну. I count your blessing. Может, конечно, наверное, как удачь тебя. Ну. Ну. И красот для тебя, видимо, ты мелкий пацан. Еще для тебя же лучше иметь того сторожа, там, кто-то следит, который редко бывает рядом. Для его. Вместо того, чтобы вот. Вместо того, кто пытается вот компенсировать, пытаясь тебя полностью вот задушить, окружить своим вниманием. Ну, гиперопека, это, конечно, тоже плохо. Но, с другой стороны, вот не так уж плохо все и звучит. Поверь мне, когда я это говорю. Лучше всего рассчитывать на себя. Ну, ты его, видимо, как раз гиперопека. Ну, как будущий наследник. Надо, конечно, все силы бросить именно на него. Волосинка к волосинке у него. А, там, и с его точкой зрения, говорит, что имя-то имеет большее свойство создавать проблемы, чем решать их. Ой. Это, кажется, и к нему. Судя по костюмчику. Соломон! Соломон! Соломон сделает такой вот. Ничемнозначный жест. В сторону приближающейся наследницы Валентайна. вот собственно поговоришь о дьяволе вот он и появится ой да не бродись и так юный наследник смотрите сразу видно знатный песик костюмчики с вкладочки я и так слишком занята чтобы вас искать от повсюду мои извинения наследница просто прогуливался по городу ну знаете прогулки это для простолединов для обычных граждан а вы вы у нас уже валентарин будущий наследник поэтому и я хочу чтобы как бы присутствовали при строительстве исторического музея потому что будущее всего этого города зависит от его способности помнить о великом прошлом нашей семьи да конечно наследница и будущий наследник ушли так наш друг убежал куда-то туда направо лук мальчик мой ну-ка попридержи-ка палочку прошу просения мистер ханкрейтс я сейчас немножко спешу и побежали побежали пожали так и сказала что бабуля там у нас еще огонек мы-то знаем уже что нравится ему наша бабуля мальчики слишком много от его отца и я победил было знание у нас еще исследовать склад вместе с рова шо она же какая-то помощь а мы помним что-то делать у нас забор с дыркой и я чемпион ну а чё мама тут в догонялки играли что-то ну а чё разве дорога стала длиннее как будто здесь в этом городе вообще что-то меняется грема получает у писька нет он слушай серьезно дорога казалось что она стала длиннее хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе совета человек который там второе место занял что это тут этот знак всегда тут был может ролла тут без нас ходил сюда мы знаем что забор у нас под электричеством внезапно оказался и мало того что он под электричеством под напряжением в нем еще и дыра и и мы знаем что эта дырака ни к чему хорошему не приводит подожди что вот предупреждаем забор под напряжением не это определенно новая табличка жутковато и чё и как нам теперь пройти сквозь электрический забор просто раз мы подумаем что лучше всего делать то чтобы не стал делать наш друг потому что чтобы он сделал и ни в коем случае так не делаем подумали что вот трудно бы точно попробовал самого коснуться может лизнуть на эти посмотрим поведет ли он тебя так на самом деле не беспокойся я справлюсь с этим не динитрова зачем ты это сделал как глупый юный друг да по всегда говорит что ты можешь понять чем заключается план когда вот ты вот сделаешь делаешь и примешь к делам отлично ну и что теперь ну вот я вот свою часть и установил что прикасаться к забору но это плохо давайте похлопаем нашему другу для него от видимо большой-большой прогресс мы-то это сразу пони мы-то умненький из головаши рушки растут ну вот я я теперь умереть что с этого момента того как я понял что показаться к забору плохо ты с этим сможешь справиться вот а я прослежу я буду руководить как это супервайз с безопасной дистанции с таким другом так как ты врагов не надо но мы-то помним надо подойти так тут уже он одну лапочку обезвредил давайте помо как-нибудь сюда вау да ты и гений а то затем лепесточек у меня не попали берем еще лепесточек я думаю мы справились лука ты не перестаешь впечатлять а когда взору предстали светящиеся окна старого склада ролла стала возбужденно подпрыгивать ты 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 давай давай-ка давай-ка проверим черт побери ролла хоть сираса ты сид не привычал то что-то странно происходит ночью у тебя были какие-то сомнения да это определенно нужно исследовать ну чтож хорошо когда на дело берутся два крутых детектива это все как это странно да ладно это же в восхититель грамм граха тайна пошуметь я к этому кругу а что ты тоже это слышал что это захватывающий дух это в воздухе еще бы конечно я слышал о давай-ка проверим эту лужу не подожди это не нормально а смотри и вот смотри вот здесь вот шланг так не подходи к двери о чувак дверь-то закрыта ну-ка попробуй потяни кайси сильнее она не пытается но окей смотри к этому сыны вот тут новенький да я готов посмотреть в нем внутри есть что-то классненькое не могу видеть что там есть а кто же все это сделал у меня тут мой нос чешется я думаю кажется чувствую там запах сокровищ ты уверен что это не какой-то там опасные отходы отходы какие-то да просто помоги мне залезть туда ролла для меня было честью выбросить тебя хамайка классно давайте отказался больше нас по размеру давай давай леди удача госпожа удача но и как есть там что так 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 давай посмотрим есть какая-то хребающий мешок с чем то хребущий Вау! Какая-то... Какая-то... Добрый день, какого-то застойного ила, какой-то слякоти. Да? Твоя естественная среда питания. Вот, подожди-ка. Подержи телефон! Подожди, а тут два телефона? Подержи два телефона. Посмотри-ка на этих плохих парней. Это же jooki-toki. Рации беспроводные, класс! Это же прям как Хэнк-Атомик-коммуникаторы, да? У нас любил какую-то научную фантастику, сам собирался наш друг ракету собирать И чё? Они реально работают? Наземное командование Хэнку-Атомику Хэнк, ты меня слышишь? Это Хэнк-Атомик, натемное командование Вы заходите в пя... 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 пять на пять Вау Как твои жизненные показатели, Фрэнк? Здесь становится немножко душновато Запрашиваю на помощь, в эвакуации Помощь в пути Под ужди, что это? Испуганный взгляд Кажется, кто-то идет Дай-дай-ка мнеСвою Руку я пытаюсь но 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 мои руки покрытые слизью подвинься и я вхожу вот он скажи мне ты тоже уйдет я даже не знаю что я видел он возвращается лидить что чей-то труп Мальчики сидели, просто чуть-чуть не окаменев, застыв под весом мешка. Божечки, скажи мне, что это не то, чем я думаю. Лока, знаешь ли ты, что отличает обычных детективов от детективов профессионалов? Нелепая шляпа? Ну, когда дело идет к развязке, лошади детективы начинают копать все глубже и глубже в поисках улик. И вот Ролла пощупал большой мешок, который их придавил. Ага! Он отчелкнул бирку, находящуюся в небольшом отверстии на молнии в санке. Ага, похоже, что что-то вроде какой-то вот бирочки у нас тут. И что там написано? Ролла поднял значок к слабому лучу света в мусорном контейнере. Доктор Прескат. Глубокая инженерия. Черт, это же реально трудно. Это же именно и бирка. Кто быстро выбрасывает мешок, полный старых бейджиков? А я вот думаю, что это просто один бейджик. Тут именно так. В сумке полный чего-то еще. Помимо этих бейджиков. Окей, окей, окей. Я думаю, нам надо сделать перерыв. Сохраняй спокойствие. Сейчас не время для паники. Я не паникую! Ты, это ты паникуешь! Ролла, успокойся. А мы как-то чертовски худнокровно в такой-то ситуации. Не надо так сильно сжимать мою руку. Чувак. Я не держу тебя за руку. Так, подожди. Хватит валять дурака. Тогда чья еще покрытая слизи рука тут еще может быть, а? Если ты меня за руку не держишь. О, боже. Я начинаю понимать преимущества. от вашего плана от беги за свою жизнь что чтобы спасти свою жизнь окей мы теперь мы четко определили что я быстрее тебя поэтому я войду первым но почему нам не побежать вместе лука курочка ряба это это тусливый цыпленочек я вам убежусь что берег чист вот после как я уйду я считаю до 100 вот и если слышишь мой крик то беги но если ты не услышишь мой крик то тоже беги вот на самом деле вот чуть-чуть чем-то не было осматриваю дочки ролла как бы тут тоже надо отдать тебе должное наш ты нашел просто к это очень насыщенный событием способ начать наше лето это что я сделано ладно ну а вот и все ну касать и не дарк тракинга саунда фолос футстепса с его яна и сейчас лука у нас сидит в темноте вот отслеживая звуки шагов ролла прямо как ролл у нас убежал 1 2 3 и пресса сирча дам стерва у страницы хир волос футстепса с этой федерой 1 2 3 он лежал со своим ухом стенку мусорки что будут слышать только удаляющиеся шаги нашего ролла 15 16 17 хитрайд на тэнк и папа контент саппадом сервисе кантед 15 16 17 и он старался ни в коем случае не думать о содержимом мусорки он считал в рифа и файф 3 секс 3 7 5 стенд швидет ахарти при их 35 36 37 запах все сложнее и сложнее дышать из него становится скрыть фланг нафх черт возьми уже довольно много времени пошла лука осторожно приподнял крышку и выглянул ничего ничего не сайна фоллоу не сайна к манами и лосин не видно ни ролла ни человека в желтом костюме время сматываться лука выбирается из мусорки спотакаясь падая на свои отколения и вот он как раз встал как подкошенный побежал побежал направляясь к своему думать так быстро как он мог бикон пайнс наш родной город проплывал мимо наших затуманенных слезами глаз он даже не мог вспомнить как он добрался дома домой в ту ночь вот как он вбежал просто в широко раскилл пахнуть входную дверь взорвался по лестницам вверх в свою комнату и сразу же упал спасть как только голова коснулась подушки chapter 3 голова 3 файди на френд в поисках друга а следующее утро оно было намного тише чем обычно на утреннем столе только звук столового серебра и желание прерывал неловкую тишину вчера вечером я закончила варку в аренде вот поэтому вот нужно будет доставить ее в город сегодня окей итак так что вы там с ролла вчера делали да так мне ничего интересного добрый день успокойся нет конечно это была правильная вещь так начинайте собираться собирать ребят я скоро буду ты уверен что ты ни о чем не хочешь мне рассказать по поводу вчерашнего дня ничего о чем я хотел бы с тобой рассказать но да нет мы так немножко побегали тут грандс брау фороад но кажется по поле знает что то чего не знаем мы потому что наша бабуля нахмурила свои брови она испустила долгий вздох ее голос был тихим и ровным мне надо кое чем заняться вот а ты тебе придется дома остаться на целый день ни при каких обстоятельствах ты не должен уходить из дома что если я не вернусь к ужину в холодильнике в холодильнике есть вот тушенка но но ведь и никаких но ты остаешься здесь понятно скажи еще раз скажи это сам как ты понял ну и да я я тут это остаюсь пока ты не вернешься хорошо бабуля может ты расскажешь что так но это все было странно в каком носик а мы можем позвонить нашему другу спросить все ли с ним в порядке может у меня есть почему-то подозрение так мы с точки зрения игрока знаем что глава называется в поисках друга что возможно с ним что-то случилось так может можно выйти в сад может что-то есть полезное может где-то ролла спрятался ролло ох ты мой звук слабый электронный звук это же это же локи-токи это это откуда на весны верху это похоже на сбоку мороз да приветики есть вот кто так это может того педагоги выйдем дате бол ролло это ты все 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 закончилось странно все это мы получили новые чары можем вести себя в том числе странно мы находим новые способы с ним взаимодействовать можем взять эту штуку и луком посмотрел упор на сейчас уже молчащие рацию walkie talkie даже не был уверен что и подумать а кто-то стучится внизу да да иду иду кто там привет рокси пришла затем пошел от поводу меня до паши этим не заводом пнул вчера до ролла здесь нет ну-ка посмотри-ка на меня рука это все очень серьезно ролла здесь нет я его не видел со вчерашнего дня рула так и не вернулся домой прошлой ночью что опять форме в желудке луки образовалась пускай тот яма так где его последнее место где ты увидел но мы тут этого играли в окружности вот вокруг этого в лесах выпуда вот и когда было поздно вот тогда вот затем мы пошли домой вот если он жив и я выбью из него все дерьмо есть еще кое-что так можно что-то сказал лукас молчал драй в рту луки пересохла да нет мы так просто это баловались по кругу окей так я должна пойти собрать людей чтобы проверить лес а ты просто не лезь в беду сходи вон проверь он не прячется на библиотеке либо еще где-нибудь и как как филл из харч пилинг и не строить к буквально могу почувствовать как его сердце просто бьется вырубается из-за в углотке из-за в горло так провала где же ты так надо проверить библиотеку в поисках холла так подожди первое точно сказали сидеть дома пока не вернется бабуля но потом пришла сестра углы и сказала что от новое задание надо соответственно найти и проверить библиотеку тоже важнее по идее бабуля для нас главнее на нашего бою а там всего лишь сестра нашего друга другой стороны от наших действий может зависеть и может быть жизнь нашего друга надо пойти попробовать может я подумал что же могло случиться может быть тот желтый человек в костюме его поймал да не 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 может быть такого не должно быть так так там мы обратно в леса бежим нет 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 я пока в леса бежать не готов слишком страшно так подожди она все равно то есть пап как думаешь с друла все в порядке он молчит фестиваль ожидает уже все готовились к фестивалю он сегодня должен был прилететь и малыш привет бед ты видел рула не вот но и не видела потому что по кишке от основном я общаюсь с клипбордами они тут много всего готовят для фестиваля они на них говорили что просто одержим ответами вот и сказал что это классно вот я был здесь когда жду пока он не вернется тот чувак который вот анкету составляет мистер свин мистер свин спит но мы знаем что он притворяется мистер свин хватит притворяться важное дело у меня но сейчас важная вещь я бы хотел услышать твои мысли ага я знаю это выражение вот мы все были все части чего-то особенного лука и вот все начинается а прямо здесь у бейкон пайнс да да знаю знаю и тоби с волнением посмотрел на вот тут позову поднял глаза вверх от планшета да верно так вот сейчас давайте начнем с того что ты мне расскажешь смотри я вот тут не нет не обижайся но у меня вот свои дела есть о которых я должен позаботиться так и запишу агау-гау ты шутник мы все будем делать честь всего этого все вместе вот да и нам знать когда будешь готов ответить на несколько вопросов да надо бежать можно там спрятался так на все ведь реально возвращаться к работе давайте еще парочка минут если он сказала что она будет здесь то она что придет ну я не вижу почему мы тут должны стоять просто и ничего не делать и просто ждать рокси когда вот я могу тут просто ходить и искать все это ничего так же ничего не делая и и получать за это оплату да ладно тебе ломи рокси нужна наша помощь ага но благие намерения являются законным платежным средством и мы учили новые чары и таким вот кем-то дороги тендер да можно поторговать выторговать себе что-то о вот рокси аааа мои родители не не стали слушать даже безобидно разве рула не всегда попадает во всякие неприятности но в этот раз что-то иначе да и как мы можем помочь так нам нужно проверить те места которые мы взрослые не проверили так что это мы должны пойти проверить этот улесвип да но наша смена еще не закончилась еще пару часов еще будет длиться мы могли потратить время делая плакаты да это было бы здорово полагаю окей фриц и пицца я мы проверим леса вот позже мы вернемся чтобы забрать плакаты да я думал у моего папы есть карта леса можно вот сбегай к моему дому и схвати ее перед тем как мы направимся окей мы видим это вот стали свидетелем этой сценки да ребят а это все по поводу пропавшего ребенка да 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 я должен подчеркнуть что в той ситуации находятся под полным контролем да но все это кажется так ужасно да да ты уверен что мы ничем не можем помочь так а что за ерунда миссис Коттер молодой мистер Коттер появится в целости и сохранности я уверен ну давайте просто вам стоит сфокусироваться на том чтобы его принять вернется вот я тебе верю что моя сестра вот у вас подходящее жилье подобрала а да мистер мисс Валентайн была более чем любезна вот мы как раз говорили нашей дочери Бек что эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И чё? Это всё правда? Прочинение Рола? Ага, похоже, он так и не вернулся домой прошлой ночью. Интересно, связано ли это? Связано... Да вот, я тут проверяла репортажи, отчёты по поводу повышенной активности в городе. Ага, какой активности? Ну, знаешь, всякие эти грузовики без окон, всякие механические шума, странные огни. Вот, вот это вот всякое ваше... Ваши типичные сомнительные вещи. Да, но кто бы стал всё это делать? И зачем? Ну, у меня есть несколько догадок. Семья Валентайн всегда очень подозрительна. Вот. А у Баранелла Хервест, безусловно, есть все необходимые ресурсы. И чё? Может, у тебя есть какие-то идеи, где мог бы быть Рола? Ну, лучшее место, где можно начать искать, это, возможно, там, где обрывается след. А где ты увидел в последний раз? А, ну, были вот в Вип-Вуде, в лесах Вип. Прямо вот у завода удобрения, склада удобрения Валентайна. Окей, я проверю леса Вуда, когда закончится моя смена. Вот, ну чё, постараюсь выложиться на полное. Давай, ты же у нас ночная мышка. И ты у нас тоже любишь быть сыщиком. Я ведь знаю, хочешь быть отличной журналисткой. Рассчитываю на тебя. Ох, ох. Куда же он мог подеваться? А, мадам? Его глаза расширились от недоверия. А что значит исчез? Это невозможно. О, божечки. Он даже не видит ту опасность, в которую он попал. Боже. Да, она всегда очень увлечена книжкой, которую я читаю. Но как-то странно, что эта книжка перекликается тем... О, приветики. Приветики. Все учишься? Эй, Лука, как дела? А, а ты в последнее время видел Рола? А? Ну, знаешь, он тут не особо-то появляется. Вот. В крайней мере, не с того правила, что они... Что он может... Что не были правила, что он может заказывать только кофе без кофеина. Не знаю, я вот на самом деле никто не пробовал кофе без кофеина. Я даже не знаю, сильно ли он отличается по вкусу от настоящего кофе, который с кофеином. Так, тут на что? О! А тут мы не были. Роло! Так, не трогать. Может быть, он внутри? Ой. Я не думал, что мы будем по нему стучать. Эй, Гриффин! Ролло... Есть ли какой-нибудь след Ролло? Показывался, может? Не. Видите, я его не видел. Я уверен, что он где-то в безопасности. Вот, когда он закончится, вот... Скажи ему, что вот... Глубничный шоколад с двумя этими... С двумя шариками ждет его. Двойная парция. Вот, прямо в домике. Да. И он это любит. О! Здрасте. Эй! Юлсон! О, исторический музей. Вот, теперь уже... Здесь реально смешно. А, ты-ты-ты-ты-ты... Ты тут... Ты случайно не видел Ролла? Не. Только вот... Тень его семьи прошпугнула. О, пошел в город, поцепляется... Цепляется зацепляясь за прошлое. Вот, мы учили новые щары. Можем куда-то карабкаться. О, можешь спокойно сам исследовать. Ну, вот, неожидай, что там же найдешь что-то, что вот это вырвет твой мозг. И что, думаешь, он мог быть... Зачем это? Вот. Вот нас... Мы все знаем, что Бекон Пайнс – это отличный город. Вот, мы все знаем, что Бекон Пайнс – это отличный город. Вот, можете узнать нас, что отличные города растут потихонечку. Бекон Пайнс, возможно, не слышали историю о одном из потомов Шарфа Валентайне. Поголовным, сильным. Вот, у него было зрение ведущего общества. И вот, его собственным словам, что вот... Вот, мы страдали, но дух Шарфа Валентайна все еще жив, он живет в наших сердцах, каждого с мечтой в лучшие завтра. Вместе можем последовать его примеру и вырастить просто замечательное будущее. Вот, оплаченное из фонда Валентайна – 77 Валентайна. Да уж, это было не очень-то помогающее в поисках нашего друга. В общем, а на что еще мы рассчитывали? Ох-ох. Дай библиотеки проверить. Вот он, собственно, Шарфа Валентайна – основатель Бекон Пайнс. Иногда не надо оценить то, что этот человек может сделать, если дать ему время. Ну, да, довольно много, если вы меня спросите. Замечает нам автор. Так, пошли в библиотеку. О. Новый журнал. Давайте спросим здесь, может тут видишь. Кадо волонтерил в лабире во время лета. Вот, Кадо у нас в волонтере в библиотеке во время лета. Он не очень социал, поэтому он дедикатил каждый сентябрь к статью экспертом в одном сентябре. Вот, он не очень-то общительным был. Поэтому каждое лето посвящал тому, чтобы стать экспертом в каком-то, какой-то одной теме. Вот, что делал его довольно таким вот достоверным источником. Таким вот, определенным сведениям. Если бы мы спросили Кадо о чем-то, что он не знает, он сбежит к пыльным старым полкам и вернется именно вот с нужной вещей. Кадо там полностью погрузился в чтение. Лука крыкнул свою ногу, чтобы увидеть титул. «Интродукция к мелитологии». Вот, и Лука там вот просто вытянул свою шею, чтобы посмотреть, как же там заголовок той книги, которую он изучает сейчас Кадо. Он говорит, что мы введем в мелитологию. Это явно какая-то науга, но что именно изучает мелитов? Он указал на полки. Вот, у меня вот уже заканчивай за книжки, которых я еще не прочитал. Вот, поэтому сейчас мы переходим к удивительному миру пчел. Вот, кстати, вот, если так посмотреть, то, оказывается, пчелы это очень круто. Кумерва, ты знаешь, знаешь, что около 70% видов пчел живут в подземных туннелях? Или то, что тут убывают целых две королевы улья? Они сражаются до смерти за вот обладанием этим ульям. Ага, сражаются? Мы учили новый чор, можем пытаться сражаться. Это какая-то кукла пустойка. О, это, конечно, все интересно, но... Это, ты вот не видел в последнее время ролла? А? Не, да, вчерашнего дня не видел. Окей, но это, если появится, скажешь? Конечно. Если я увижу его, ты будешь... Ты будешь первым, кто об этом узнает. Это, конечно, игрослов, может, I'll be... Ты, конечно, будешь, но в английском be, там написание, это чуть-чуть как пчелка. Даже не знаю, как можно сразу с лету перевести, чтобы сохранить игрослов, но я надеюсь, что вы поняли. Окей, ролла тут нету. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Эй. Малыш? Хей, Джейс. О, хей, Лука. А че, ролла тут не появлялся? Неа. Я вот просто удивлялся, он навсегда же. Он обычно бывает здесь рано утром, в те дни, когда вот выходит новый номер. Ролла самый большой фанат Хэнк Атамик, которого я знаю. Да, вот только у меня. Но... Если он действительно заглянет, скажи ему, чтобы он встретил меня, вот ты не знаешь где. Но я не знаю где. Да, но... Но он знает где. Ээээ... Ооо... Принято. Космический кадет. Роджер Зет. Ого, ж эти фанаты комиксов. Че у нас на полках? Может, какая-нибудь подсказка есть? Что у нас здесь на полках? Весь верхний уровень библиотеки был просто посвящен комиксам. Библиотеки был Хэнк Атамик и Мириэдов Лассер Реверд Спин-офф. Молды, большинство из них, это был атомный Хэнк и множество менее известных спин-оффов. Окей. Ну, к вами, я любил комикс в детстве. Дальше, признаться, там. Сейчас я тоже комикс... мангу с удовольствием считаю. По ним окажется, с очень большим удовольствием смотрю нам. Микологическая фосфоресценция. Микологическая фосфоресценция? Как бы это ни было. Оу, сложные странные слова. Ох. Ээээ... Это больше похоже на какую-то вот просто ээээ... абсолютная потеря интереса. Да. Очередная микрослоп. Нижний угол полки был вот выявлен массивом таких вот толстых научник. Только вот один корешок был достаточно чистым, чтобы его можно было прочесть. И там написано, клеточная биология и химия метоза. А метоз, по-моему, как-то с грибами связан. О, скучно. Так, с тобой поговорили? Давайте посмотрим, что еще. О, кобы, которых я съел. Причем, кобы, видимо, как семейство. Или, может, семейство каких-то растений. Удиводитель для любителей таких вот салатов. Салли Сешор, simple succulent sundries. Слишком много S. Салли. Морской берег. Простые, вот, суккуленты. Лука смахнул полинку. Пойдет, возможно, была какая-то, да. Мука. Тридцать рецептов таких простых, что вы даже не сомневаетесь, что они съедобны. Ммм. И суккуленты это, да. Это же не только кактусы. Это же еще можно кушать, да? Сочное что-то такое. Методы и размышления Патрика Моттескье. Одна из самых великольчайших актерских умов с объявленности. Патрик С. Монтескью. Написано, конечно же, Патриком Монтескью. Ооо. Ооо. Книжки, которые просто менялись вот на этой витрине каждую неделю. Аааа. Никого не обманите. Окей. И вот. Мы изучили всю библиотеку. Получили ачивку. Нерд. А может мы задние дни? Нас на них пустят. Ооо. Где же? Ооо. Может ты знаешь? Ааа. Что за монстр? Кладет конфеты за запертую дверь. Ооо. Приветики. Да, мистер Ханкрит работает иногда по странному графику. Ооо. Ооо. Да, конечно. А что насчет тебя? А, когда я работаю? Ну, это я молодой еще. Не. Тебя как зовут? Ааа. Хи-хи-хи. Эээ. Лука. Ванхорн. Ты здесь новенький? Ааа. Ну, не по своему выбору всегда при-при-при-приехал. Бекса семья часто переезжала. Давая ей немного времени, чтобы установить какие-то настоящие связи. Что давай-давай ей мало времени, чтобы вот-вот завести настоящие связи. Ооо. Так это девочка. Ооо. Она бы сказала, что ей так даже больше нравится. О, слушай. Я ищу своего друга Ролла. Он, похоже, так и не вернулся домой прошлой ночью. Так он, получается, пропал? Ооо, по-полагаю, да. Прям-прям пропал-пропал? Прям совсем пропал? Ооо. Ооо. Что там с ним случилось, а? Ооо. 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 Оооо. 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 Продолжение следует...